настоящий нью-йорк он прямо вот здесь вот это реальный нью-йорк весь мир в одном маленьком месте весь мир это и есть нью-йорк это то мимо чего мы проходим каждый день и воспринимаем как должное что может быть ужасным и грязным для других людей для меня прекрасно я люблю все такое потому что это напоминает мне детство нью-йорк постоянно меняется и я хочу его сохранить для следующих поколений может по моим миниатюрам в минате нью-йорк выглядят 90-е нулевые или двадцатые меня зовут дани кортес я художник миниатюрист из бруклина нью-йорк мы родители портериканцы бедный район веселое детство очень веселое детство знаете мы же тогда играли на улице интернета не было ничего не было понимаете моя мама очень любила искусство она видела во мне то что другие нет и с детства учила меня красиво расписываться я раньше капризничал не понимал зачем она меня заставляет но однажды она объяснила почему неважно кем ты станешь когда вырастет какой у тебя социальный статус даже если окажешься бездомным или в другой тяжелой ситуации люди посмотрят на твою подпись и будут воспринимать тебя по-другому незадолго до пандемии я как раз такой ситуации оказался у меня была депрессия у меня был развод все было плохо я даже не работал в то время и тут бог решил перезагрузить весь мир бум нажал кнопку сброса и все он сказал ты должен заняться своим ремеслом своими любимым делом я не думал о деньгах славе это даже в голову мне не приходило я переживал очень мрачный период своей жизни но каждый раз когда я садился за работу над новой миниатюрой я как будто сбегал другое измерение каждый объект который я создавал я видел на фоне белой стены луча света не знаю почему как в галерее белая стена свет оценник вы не видели о я не видел ценник но слава богу сотбис увидел ценник и знаете после этого моя жизнь изменилась с тех пор если я захожу в ментальный ступор я иду гулять по улицам и рассматривать окрестности мне нравится как выглядит этот кирпич мне нравится наблюдать как эта ржавчина разрушается как она сползает по углам как выглядит грязное здание я хожу по району фотографирую все включая стикеры а потом уменьшаю в тысячи раз это мой фирменный арт-объект первая миниатюра которую я сделал был уличный холодильник в нью-йоркской культуре ящики со льдом раньше стояли на каждом углу каждая лавка закусочная забегаловка они везде были в то время тот первый до сих пор у меня дома он страшный и прежний материалы не те но это мое лучшее произведение потому что она положила начало моей страсти я начал выходить на улицу копировать холодильники почтовые ящики уличные знаки искать места в которых есть история то что уродлива грязно для кого-то другого для обычного глаза для меня красота от сигареты на полу граффити наклеек ржавчины это совсем не похоже на empire state building нет но посмотри это же прекрасный объект и гляди вот этот объект он же точно найдет отклик в чьей-то душе стоит мне его повторить и кто-то обязательно в него влюбится я делаю вещь которая дотрагивается до вашего внутреннего ребенка вы все дети вырастаем но здесь и здесь мы не меняемся когда я был маленьким я не знал что я бедный верно потому что все выглядело именно так заброшенное здание сгоревшие здания для меня это было нормально потому что везде где я гулял все выглядело одинаково плохо но я был в то время очень счастлив я не продаю произведение искусства я создаю воспоминания вы не можете заменить память вы не можете имитировать ностальгию мои фанаты ищут это чувство о я помню это место я знаю это в общем это не туристические виды нью-йорка к которым мы привыкли дано на почтовых открытках ничего не меняется они дадут вам представление об импайристое билдинг статуи свободы покажет вам все знаковые места но они не откроют откуда я родом я коренной житель нью-йорка с улицы из гетто из района трущоб в этом есть красота так что когда вам как туристам показывают огни и красоту тайм-скверт посмотрите и на мое искусство и вы узнаете что представляет собой настоящий нью-йорк